Всем привет, это канал Ростелекод и я Анатолий Донецк. Первое, что я хочу сказать, это поздравить Владимира Владимировича Путина с победой на выборах очередной работы на 6 лет. Подписчики и неравнодушные люди, скажите мне, пожалуйста, вы реально голосовали на выборах за Владимира Владимировича Путина? Но это не точно. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях по поводу ваших голосов. Ну а мы начинаем. С соцсетей, такие как ВК, Инстаграм, сейчас идет большой ажиотаж с набором лайков. Вы спросите меня, почему? А все потому, что на выборах надо было поучаствовать в конкурсе от сайта ЯМОЛОД. Да, и вы должны подойти к определенному стенду, сфоткаться с логотипом ЯМАЛО, ЯНАУ, выложить либо же в соцсеть ВК или Инстаграм. Да ну нахуй! Да, лица ЯМАЛО разыграют 300 призов для участников на выборах ЯНАУР. И в первые часы выкладывания фото в ВК или Инстаграм, люди спрашивали, почему нет наших фотографий. Зато голуби, мне нужен чеколад, я не знаю, я хочу чеколад, я тоже хочу чеколад. На сайте ЯМОЛОД. Теперь вопрос я хочу задать нашим организаторам, которые делали данный розыгрыш, да, для подписчиков соцсети ВК, Инстаграм, по фотографиям с хештегом. Лица Ямала и свой город, где он проживает. Ребята, скажите мне, пожалуйста, вы реально наблюдаете за картиной то, что у вас происходит на сайте? Потому что я наблюдаю совсем другую картину. Люди выкладывают по две свои фотографии, чтобы за две фотографии их голосовали. Я не понимаю нахуй! Я не понимаю этого! Организаторы, отфильтруйте, пожалуйста, одинаковые фотографии у себя на сайте, чтобы не было претензий потом, почему моя одна фотография набрала столько-то лайков, а другая-то столько, почему вы их не объедините? Логично, логично. Сделайте выброску, отсортируйте эти данные в фотографии. Ну что вам это мешает сделать? Потому что люди выкладывают фотографии как в Инстаграм, так и в ВК, и сайт получается как дубликат. Формируют именно с этими хэштегами лица моей Малы и данный город, где он проживает, оттуда и оттуда. Получается по две фотографии на каждого человека. Но это же неправильно! Оу май! Город-город Надым и Надымский район, где я проживаю. Уехал, как говорится, по своим делам на целый день. С 3 часов до буквально до 9 часов вечера. Я не было дома. Я прихожу домой, думал, сейчас зайду, посмотрю, добавили мою фотографию на сайт или нет. Захожу на сайт, отбиваю свою фамилию Донец, да? Я там данные свои фотографии не наблюдаю. Мне кажется, ты пиздишь. Ну скажите мне, пожалуйста, организацию, пока я к вам лично не начал писать с вашей же проблемой, почему данная фотография с 3 часов дня не появилась, хотя на сайте ясным, красным, по желтому, да, желтым на красном написано, что если же фотография не появилась в течение часа на портале, пишите в техподдержку. Сказочный долбоёб. Я написал, в итоге что я получил? Извините, пожалуйста, у нас слишком много фотографий, очень мало народу, мы не можем всё сразу отфильтровать. Я всё прекрасно, да, в течение часа возможно такая ситуация, может быть. Но были промежутки с 3 часов дня до 9 часов вечера нельзя было отсортировать фотографию. В общем, если я что-то даже и выиграю, я хочу максимум это либо же GoPro, либо же велосипед. Всё остальное мне не надо. Нахуй не надо. Второе, о чём я хочу поговорить, это о наших молодёжи. О тех людях, которые хотят заниматься разными видами спорта. В подобии гимнастики, бокс, бег, прыжки с шестом, танцевать на шесте. Да, вы не ослышались, танцевать на шесте. Да, я согласен с этим, что это красиво для гимнастики, да, но факт того, что большую часть от этого уходит в стриптиз. Детям и их родителям предлагают записаться на данный вид танцев, вид конкурса, вид спорта в конце концов. В скором времени данный вид спорта ещё окажется официальным, но на данный момент это ни в какие рамки не лезет. Со мной будут сейчас некоторые спорить, почему бы и нет. Это новый вид танцев, который на шесте. Ну, блин, реально, возможно, я с вами соглашусь, это новый вид танцев, но не для детей, которых от 10 до 18. Я вышел в интернет с таким вопросом. Скажите честно, вы вот хотите реально научить детей, девочек, именно девочек, которые будут танцевать на этом пилоне, правильно вертеть перед молодым человеком, перед людьми, перед государством, перед страной? Ебаный в рот, да как так-то, а? Представьте просто вот такую небольшую ситуацию. Пришли молодые люди в какой-нибудь ночной клуб, поразвлекаться, отдохнуть. И тут посмотрите, как танцует девушка на пилоне. А ты огонь! Выводят, грубо говоря, этих девушек или девушку, включают ей музыку, а начинают танцевать на этом пилоне. В итоге просто народ зала кричит, эй, выгоните ее отсюда, придите помоложе. Все, реально, вы все сейчас, наверное, у меня будете кричать, говорить, что я идиот, куда я лезу, почему я такой не умный, не развиваюсь нифига, я развиваюсь. Друзья, если вы досмотрели данное видео до конца, убедительно прошу вас оставить комментарий к данному ролику, оставить, оценить данный ролик. И распространить данное видео среди своих друзей, потому что данное видео нельзя оставить без внимания. Спасибо за внимание, пока! Ура!